Всем привет! Давайте проверим звук, потому что я как-то захожу с другими соседями, как всегда, и даже не знаю, слышно меня? Это как-то певчат. Певчат, слышно меня? Бегунок не бегает, даже не могу понять. Слышно? Нормально звук? Не фонит, не шумит, не гудит, ничего, да? Тихо. Давайте я попробую сделать громче. Не надо громче, посмотрите. Тихо, да? Я сделаю погромче. Смотрите, я сделаю на всю, как будет. Я прибавила, смотрите, как будет звук. Все хорошо, да? Все, тогда давайте начнем. Сейчас я на запись поставлю. Надь, поздно, я уже прибавила. Так. Всем привет! Всех рада я вас сегодня видеть. Зовут меня Татьяна Виноградова. Я менеджер на данный момент 12%, но немножко просела, была 15%. Вот, я из России. Мне 39 лет. Я знаю, что отсвечивает, но у меня пока, к сожалению, нет некуда больше поставить ноутбук. У меня дочка там дурит и сшибается на своем пути. Так что слушайте, не на меня смотрите. Сегодняшняя тема нашего вебинара – это качественные регистрации. Давайте разберемся, почему у нас очень много спящих. Когда я готовилась к этому вебинару, даже для себя открыла некоторые моменты, потому что я перерыва много информации. Вот буквально 20 минут назад закончила доделывать презентацию, поэтому если где-то что-то будет перескакивать, ну, не по порядку что-то рассказывать, вы уж меня простите, потому что у меня тоже были технические свои заморочки и проблемы. Так, сначала я хочу вам рассказать о своих, да, из окна, о своих любимых продуктах. Так, мои любимые продукты – это продукция Wellness. Сейчас я вам покажу. У меня есть коктейли Wellness, вот клубничный мне должен прийти, видите, это шоколадный, это ванильный. Вообще любимые мои коктейли. Должен мне прийти еще коктейль клубничный в этом заказе бесплатно, потому что будет четвертый продукт в подарок. И кушаю я супчики Wellness, тоже спаржа и томаты базилика. Но мне больше всего нравится, конечно, спаржевый. Девчонки, кто не брал, кто брал только томат, попробуйте, не пожалеете, вкус совершенно другой, не такой острый. Ну, вообще, мне очень нравится. Я его съела быстрее, чем томатный, хотя томатный брала раньше. Ой, ой, что-то у меня все-таки появилось. И мои любимые витаминки, Wellness Pack, без них у меня не отходит ни один день. И дочка у меня начала принимать, хоть я и два годика, Wellness Kids. Тоже, как бы, она у меня очень часто болеет, то вот в моей команде девчонки, они об этом прекрасно знают, да, постоянно меня куда-то вышибает, потому что дочка постоянно больнична. Вот, и поэтому мы начали с ней пить витаминки, попал витаминки в день. Ну, я думаю, что, как бы, здоровье у нас поправится. Пьем недавно, поэтому, как бы, результатов пока я рассказать не могу. Так, ну, давайте начнем. В первую очередь, давайте проверим, все ли у нас правильно зашли в комнату. Потому что, если у нас командный вебинар, то все друг друга, как бы, знают, да, все своих новичков увидят. Вот, то если вы будете на вебинаре общеструктурным, то вас из комнаты просто-напросто удалят, если не указывать в скобочках фамилию спонсора. Так, я смотрю, все зашли правильно, очень хорошо. И сейчас я бы хотела спросить, есть ли у нас новички на вебинаре. Если есть, поставьте единички в чат. Давайте не стесняйтесь, если вы новичок, который пришел первый раз, ну, может быть, второй раз на вебинар, просто хотелось бы посмотреть, сколько вас, и, может быть, какой-то акцент на какой-то информации сделать, чтобы вам было понятнее. Очень хорошо, новички у нас есть. И еще такой вопрос к вам, к новичкам. Давно ли вы зарегистрировались? То есть, ну, я не знаю, неделю, две, три. Тоже поставьте один, два, три. Не дни, а недели поставьте. Дни-то уж не высчитывайте. Которые недели в проекте? Девчонки, кто поставил единички? Поставьте, сколько времени вы? Три недели, одна, полторы. У меня тут дочка бегает, так что уж не обращайте внимания. Сейчас нам не будет активно помогать. Айжан, не переживайте, все у вас получится, и реги пойдут, и регистрации будут, и новички, и активные будут, и неактивные, и все у вас впереди. У меня первая регистрация, знаете, когда прошла? У меня первая регистрация была через три месяца после работы, как я только начала работать. Так что все это у вас впереди. Обойди к Лене, и да, есть скотч. Обойди. Вот, так что не расстраивайтесь, регистрации у вас будут. Единственное, надо немножко потерпеть, подождать и делать те действия, которые вам говорит спонсор. Обязательно дублируйте своего спонсора, повторяйте то, что он вам говорит. В общем, старайтесь делать то, что говорит ваш спонсор, тогда у вас все получится. Вот, наши действия, это, ну, постоянно надо делать одни и те же действия. То есть наша работа, она в этом и заключается, поэтому будут их регистрации, не переживайте. Так, все, с новичками разобрались, поняла я, кто у нас и как. Так, смотрите, особенно вот для новичков же рассказывали. Кто, каким привык видеть Reflame, да? Все привыкли видеть Reflame. Это беготня с каталогами, продажа, лицо, сумки, списки знакомых, склад продукции на полках. И кто знаком с Reflame не понаслышке, да, вот в моей команде есть девчонки, которые раньше были зарегистрированы и работали консультантами. Вот именно это все и происходило. То есть человек стоит, вот он на промостойке, предлагает продукцию, подписывает мимо проходящих людей, хватает за руку, да, и тащит себе команду. Все это было. Сейчас мы работаем совершенно по-другому. То есть мы не будем усложнять самый простой, эффективный бизнес, мы не будем хватать никого за руку, стоять на улице, предлагать, посмотреть наши каталоги, да. У нас сейчас бизнес под ключ с нуля. Под ключ почему? Потому что вам дают все инструменты, вам дают все инструкции, надо только их выполнять, тогда ваш бизнес точно вырастет с нуля до тех уровней, до которых вы сами хотите. Надо только потрудиться. Мы работаем только в интернете, в удобное для вас время. Подождите секундочку, девчонки. Входи туда с ней, она мне не даст на руку, я тебя очень покажу. Входи с ней. Активные помощницы у меня. Все, спасибо. Так, сейчас я на запись дальше поставлю. Так, работаем не только в интернете, как я уже сказала, да. Работаем удобное для вас время. То есть захотели вы поработать утром, пожалуйста, работайте утром. Кто-то работает ночью, кто-то работает днем. Кто кому как удобно, тогда работайте. То есть если вы работаете на основной работе, пожалуйста, вы все равно найдете время для того, чтобы просто поработать, да, отдохнуть своей работой. Вечером пришли, посидели 2-3 часа, то вот вам, пожалуйста, все равно время найдется. Без отрыва от семьи, потому что я, например, очень довольна тем, что мой ребенок младший растет у меня на глазах. Я вообще занималась, как бы я пожил по своему роду деятельности, я ИП, вот, я индивидуальный предприниматель и всю жизнь работала на себя, я занималась розничной торговлей и все мое время, которое я работала, мой старший ребенок, который сейчас 15 лет, до сих пор на меня обижается, потому что я не была практически ни на одном утреннике ребенка. Не говоря уже о том, что он ходил в школу и вот эти все праздники, они прошли без меня. В основном потому, что праздники все проходят в выходные, а у меня в выходные это самые такие рабочие дни были. Поэтому сейчас я, например, очень довольна, что я могу отвлечься в любой момент и пойти со своим ребенком туда, куда надо. Вот, надеюсь, что таких проблем, как, например, со старшим ребенком у меня в этом отношении не возникнет. Особая система построения структур, что нам позволяет очень быстро расти. Вот, этот вопрос новичкам рекомендую изучить прямо досконально, со своим спонсором обсудить, потому что если вы будете строить неправильно структуру, то у вас могут возникнуть трудности в росте и вообще трудности в получении дохода. Пусть вам ваш спонсор этот момент расскажет. Если кто-то что-то недопонимает, то есть вебинары на эту тему, обязательно надо это все пересмотреть. Это быстрый рост мы получаем, работая здесь в интернете, бесплатное обучение, поддержка и помощь лидеров. То есть любой лидер, который работает в нашем проекте «Экспресс-карьера», он придет вам на помощь. Даже я больше чем уверена, я потому что сама обращалась, если вы напишете Ане Черных, хотя бы два слова она вам все равно ответит, если у вас возникнет какая-то трудность. Потому что я сама к ней обращалась, но у меня были кое-какие проблемы, и ну вот я ей написала, она мне не отказала, ответила. То есть любой человек, который здесь есть, да, который в нашем команде есть, он вам поможет и все расскажет, разжует. Даст видео какие-то, может, обучающие, ну в общем, помощь всегда свою предложит. Возможность совмещения с учебой с основной работой, как я уже говорила, без специального образования. Здесь мы получаем образование другое, да, то есть мы здесь обучаемся совсем по-другому работать. Это новый вообще вид деятельности, которым вас нигде не учили и не научат. Вот, поэтому не надо бояться того, что вы, может быть, что-то недопонимаете. Надо просто сидеть и разбираться в том, в чем у вас какие-то возникли трудности. И мы работаем без продаж. Конечно, можно заниматься продажами, никто этим не запрещает заниматься. Я, например, тоже подумываю, может быть, и заняться продажами, потому что у меня все больше людей узнают, что я работаю в Рипплейм, и как-то запросто так не хочется мне отдавать продукцию. Думаю, может быть, по ценам каталога им уже давать. Все равно они будут брать, и как бы, почему же, деньги лишними не бывают, да? Согласитесь, это все равно так. Так, давайте теперь непосредственно перейдем к теме нашего вебинара. Вот, и давайте сделаем акцент на том, почему у нас очень много пустых регистраций. Кто работает давно, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. То есть человек, которого вы зарегистрировали, даже пообщавшись с ним перед регистрацией, не всегда включается в работу. Очень часто происходит такое, что новичок, которого вы зарегистрировали, он просто-напросто вроде до регистрации с вами активно общался, да? Активно так хотел принять участие в интернет-проекте в нашем. И вроде мы ему все так правильно рассказали, ничего не утаили, сказали, что за компания, рассказали, как мы работаем, им рассказали, какие мы предпринимаем действия, и все равно человек молчит. То есть он даже на первоначальную информацию вам не отвечает. Так вот, я как бы вот своих девчонок, даже те, кто у меня в команде, я хотела также проводить вот этот вебинар, свою планерочку, чтобы какие-то нововведения по включению новичка делать. И как раз у меня вот тема вебинара для нашей команды. То есть я своих девчонокам тоже акцент на этом сделала, и хочу, чтобы обратили внимание вот на такие моменты. То есть я с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня буду включать новичков немного по-другому, вот именно так, как я сейчас вам напишу. Это как бы выдумка не из головы. Эту информацию я взяла из структуры Нины Копыл, именно как она включает новичка в работу. Мне очень много понравилось того, что я увидела, услышала, и поэтому хочу поделиться с вами. То есть прежде чем человека зарегистрировать, давайте сначала найдем этого человека в соцсетях и напишем ему сообщение. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Иноградова. Я получила заявку от вас на регистрацию и реклэм в нашу команду интернет-проект экспресс-директор онлайн. Очень приятно, что вы решили в интернете, ой, что вы решили присоединиться в нашу команду. Мы работаем исключительно в интернете, надеюсь, вам нравятся перспективы нашей работы. Скажите, пожалуйста, в какой день и во сколько вы сможете уделить время для подтверждения вашей регистрации, для того, чтобы помочь вам определить цели, ваш доход и будущие перспективы. Сообщите, пожалуйста, хотите ли вы получить бесплатное подключение в нашем проекте. Если да, я вышлю вам инструкцию, мы вместе пройдем пошагово, что делать с самого начала. С уважением, какая-то, такая-то, мои контакты, скайп и электронная почта. В общем, смотрите, мы как бы человека готовим к тому, что мы регистрацию будем проводить с этим человеком вместе. То есть человека настаиваем на то, что мы после регистрации будем проходить какие-то шаги вместе. Это очень актуально в том плане, что человек зарегистрировался и пропал, да? А тут человека провели регистрацию, и как бы перед саморегистрацией мы предлагаем все это делать сразу онлайн, да? Сюшенька, не трогаю, Лена, тут ничего. Вот. Если вы человека не нашли в соцсетях, то пишем на почту, потому что при регистрации, когда человек заполняет форму регистрации, то он нам обязательно все равно присылает почту. Пишем почти такое же сообщение, я его зачитывать второй раз не буду. Зачитывать я его второй раз не буду. То есть все то же самое, единственное, что мы акцентрируем на том внимании в конце, что мы не смогли человека найти в соцсетях, поэтому предлагаем ему найти себя по контактам, которые указываем в письме. То есть человек должен вам ответить в любом случае, что он готов пройти регистрацию и что мы будем делать регистрацию вместе. Если человек работает, ну вы не знаете, правильно работает он или нет, или дома сидит, или у него какие-то там может дела, проблемы, мы все время добавляем вот такое как бы сообщение. Если вы работаете на основной работе, напишите, в какое время вы будете в интернете. Например, я прихожу с работы в 18.00 по Москве и буду онлайн каждый день с 10.00, например, до 23.00. Отнеси лень, она тебе даст. Отнеси лень. Так, вот чтобы человек как бы понял, да, в какой период времени, что от него вообще требуется, а то напишет, я работаю и я не могу там, например, с вами связаться. Можно ему как пример написать такое сообщение. После того, как вы договорились, во сколько будет онлайн этот человек, проводим вместе с ним регистрацию, вместе делаем один шаг, первый шаг, активацию личного кабинета. Тот, кто уже проводил регистрацию, новичков у нас немного, то есть вы понимаете, да, что регистрация сама по себе занимает от 5 до 15 минут. Ну, у меня вообще на регистрацию, то есть если я регистрацию делаю в потолок, например, по 20-30 регистраций, то у меня на регистрацию на одну уходит 5 минут. Буквально это самое большое, когда бывает такое, что там не указан индекс или еще что-то, приходится искать в интернете какие-то дополнительные данные. В основном на регистрацию уходит 5 минут. Человек, который согласился пройти регистрацию, я думаю, он в состоянии подождать эти 5 минут, пока вы проводите эту регистрацию. То есть вы провели регистрацию, пишите ему в личку. Поздравляю, там вот первое сообщение я не написала. Так, ну, в общем, поздравить его, да, то, что он прошел регистрацию и пишем сразу, вам должны прийти два письма от компании. Я как бы согласна, в первом, то есть поздравили и сразу номер и пароль писать не надо. Сначала надо написать о том, что должны прийти письма. То есть два письма от компании. В первом письме активационная ссылка, по ней нужно пройти, чтобы активировать свой личный кабинет на сайте Replay. После этого придет второе письмо от компании. На втором письме будет ваш пароль и номер консультанта. И вот уже потом мы пишем, что если писем нет, то просто пройдите по ссылке на сайт компании. Ссылку указывайте той страны, в которой человек зарегистрирован. И слева вверху нажмите вход, введите номер консультанта и пароль. И там увидите надпись. Подтвердите свой электронный адрес, прислать письмо еще раз. Нажмите там на эту кнопку. Дело в том, что вот я как стала очень часто сталкиваться с тем, что у новичков не приходят письма. Очень часто даже нет письма в папке спам. И поэтому надо новичкам давать сразу инструмент к тому, чтобы он знал, как зайти на этот сайт и под своим номером, паролем и самому запросить письмо еще раз. Потому что когда мы делаем все за наших новичков, они потом ничего делать сами не хотят. Это уже доказано, это уже пройденный как бы этап. И я как бы на первых порах тоже старалась, чтобы, ой, давайте побыстрее, сейчас все сделаю, сделаю, сделаю. Я быстренько зайду, быстренько нажму, и человек опять сидит и ждет. А там, когда человек, например, сам заходит на сайт, он уже сам смотрит, на какую электронку приходит ему активационное письмо. И, возможно, если ошибка, да, он все равно прочитает все это. Если ошибка в электронном адресе, то он просто-напросто там переправит свой адрес и запросит это письмо. У меня по команде есть видео, поэтому я, например, вместо вот этого маленького сообщения могу просто написать. Если письма нет, просто посмотрите это видео, какие вам предпринять действия. То есть новичок изначально должен сделать это все сам. Дальше. Можно написать по-другому. То есть шаг один, да, по подтверждению вашей регистрации. Вам необходимо подтвердить адрес своей электронной почты в вашем личном кабинете на сайте Reclame. Только после того, как вы подтвердите электронную почту, будут доступны функции регистрации под вас людей и функции заказа. Для этого посмотрите у себя в почте письмо от компании Reclame и пройдите по ссылке для активации адреса. Внимание! Ссылка на официальный сайт компании Reclame в вашей стране, а также ваш номер, консультант и пароль будут в письме от компании Reclame. Если нет письма, обратитесь к тому, кто вас зарегистрировал, либо к спонсорам. То есть смотрите, как бы два варианта, какой вам больше нравится, такой и можно высылать новичкам. Я за первый вариант. А вот этот вариант можно включить в письмо-инструкцию, которую вы высылаете новичку. То есть вы новичку высылаете на почту письмо знакомства. И в письмо знакомства, в котором вы пишете своих вышестоящих спонсоров, вернее не своих, а новичка, можно сделать краткое, пошаговое, что он должен сделать, инструкцию пошаговое. То есть вот первый шаг. И вот это вот, коротко вот это вот сообщение туда включить. Потому что как бы в личку пишем одно, а через почту можно написать немного другое. Ну, хотя бы, чтобы человек имел представление, о чем вообще речь. После активации высылаем новую инструкцию, подписываем на рассылки. Мы очень часто подписываем на рассылки сразу, да, как только человека зарегистрировали, то мы сразу высылаем инструкции, заваливаем человека всевозможной информацией. И у нас новичок вот такой сидит, вот так вот за голову схватился и кричит, ё-моё, куда я попал? Зачем мне все это надо? У тебя там нет... Нет, никто не может с тобой заняться, что ли? У тебя там братцы и сестра сидят, что тебе не так? Вот. И чтобы новичок-то не хватался за голову, да, его вот именно вот так пошагово и надо вести немного по... На. Вы не можете снизить, да? На, держи. Ну, все. И человек как бы... Да, чтобы с ним пошагово вот это все проходить. Вот. И после того, как он активировал письмо, активировал электронный адрес, отписался, вам обязательно ждем, когда отпишется. Если человек не отписался, на следующий день можно ему написать, мол, получил ли письмо. Если не получил, давай посмотрим. Да, ничего страшного, запись будет, поэтому все потом можно посмотреть в записи. Так, поэтому мы как бы после того, как человек активировал, да, после этого только и подписываем на рассылки. Если человек не смог активировать личный кабинет, если ему это не нужно, то извините, зачем ему нужны наши письма, да, если человек пришел, ради интереса посмотрел. Я даже не знаю, некоторые ради ли интереса регистрируются, вообще непонятно зачем. Есть такие товарищи, которые вообще так активно общались, и после регистрации не активируют ни личный кабинет, нет, не выходят на связь, и потом, ни слов не говоря, кидают в черный список. То есть есть такая категория людей, расстраиваться из-за этого не надо, это человеческий фактор. Поэтому я как бы за то, чтобы подписывать человека после активации личного кабинета. Вот, мы подписываем его на рассылку и пишем человеку в личку. Молодец, да, что там активировал личный кабинет. Теперь я вышлю вам на электронную почту, краткую инструкцию, мы с вами пойдем пошагово с чего начать. То есть именно вот это письмо, которое я вам говорила, да, то есть человеку уже после того, как он активировал личный кабинет, мы только тогда высылаем вот это вот письмо, знакомство, которое у нас есть, да, и туда можно включить вот эти вот, здесь у меня шесть шагов, например, включения новичка в работу. То есть чтобы внизу было под письмо, вот и под контактами с вышестоящими спонсорами, стояли вот эти шесть шагов, чтобы он их тоже видел. Получили это письмо, то есть вы выслали это письмо, и тут же ему спрашивать, получили это письмо. Смотрите, первый шаг мы уже прошли, да, с вами теперь, и будем, уже прошли с вами. Теперь второй шаг. Хочу пригласить вас на нашу командную планерку во вторник. Это вот моя планерка, например, проходит время такой-то, такой-то ссылки. И познакомить вас с нашей командой. Почему надо сделать акцент на планерке, хотя бы на то, чтобы человек вышел на вашу планерку, то есть человека надо звать и на вебинары, но дело в том, что у нас, сами видите, новички очень боятся вообще слова вебинар. Они не понимают, что это такое, и очень многим, когда я объясняю, сейчас даже бывает по телефону объясняю, они вроде да-да, понял-понял, да, не боюсь, все, я приду. Но когда начинаешь писать в личку, они опять пишут, а что это такое. То есть надо как-то с новичками общаться более простым языком и просто написать, например, приглашай на планерку. Тех, кто не проводит, например, своих планерок, у вас проводят планерки-менеджеры. Если ваш менеджер не проводит планерку, приглашайте на вебинар командный. Выберите какое-нибудь у вас есть расписание, такое, которое ему будет полезен, который не отпугнет его, например, своей информацией, потому что бывают такие для новичков сложноватые. Учишься его на стиль жизни пригласить, если, например, нет планерки. Но человек уже как бы будет понимать, что это не его команда. Но пригласить можно и на такой, как бы, на такой вебинар большой, там, где много народу. Во-первых, он даже увидит массовость нашего проекта. Но я, например, как бы хочу начать с того, чтобы приглашать на планерку, чтобы человек знакомился со своей командой. Вообще у меня задумка такая, что я хочу, у нас у каждого почти менеджера, это я сейчас для менеджера рассказываю больше, как бы, свою задумку, кто здесь есть, может меня поддержит. Каждый день, например, в 18.00 созвон в скайпе на 15 минут для краткого инструктажа, что же делать и как быть. То есть человек присоединился, если есть у него, обычно в 6-7 вечера уже все приходят с работы. Но каждый день, пожалуйста, в скайпе в 6-7 вечера, да, звонок в группе. Новички у нас в отдельном чате, у нас, когда новичок сделал заказ, мы его переводим в другой чат. Поэтому звонок в группе, если человек взял трубку, пожалуйста, ему очень, ну, не один человек, там обычно 2-3 человека все равно берут трубку. Вот, и очень кратко, да, рассказать о том, что же ему делать. То есть, концентрировать на активации личного кабинета, на рассылках. То есть, вот все то, что мы сейчас, например, поговорим, ему за 15 минут каждый вечер это рассказывать. Но это в дополнение к тому, что мы сейчас вот это вот будем прописывать все равно новичку в личку, потому что не каждый в скайпе будет общаться, не каждый вообще в скайпе добавляется. Вы тоже об этом прекрасно знаете. То есть, пригласили на планерку или на стиле жизни человека, указали обязательно контакты директора и ключевых партнеров, к кому человек может постучаться в друзья. Вот, или все контакты пишите, что они есть в письме и инструкции. И также приписывайте, девочки будут с вами знакомиться, обязательно подружитесь с ними, сохраните на почте их контакты, это нужно будет для вашего удобства. Вы сможете обратиться к любому с вопросами, если меня не будет онлайн. И в будущем своих новичков тоже будете высылать для знакомства своим вышестоящим спонсорам. И тут еще вот приписка есть, у меня не видно, может у вас видно слайд, что у нас командная работа и вы подружитесь со всей командой. Что-то типа такого. Вот, то есть человек тоже должен знать хотя бы, что у нас есть планерки, что у нас есть директор, у нас есть ключевые партнеры, и у нас есть команда, да, с которой ему комфортно будет общаться и надо будет познакомиться. Шаг второй. Из первого шага как бы у нас вытекает шаг второй, чтобы человек подружился со своими спонсорами, да. И узнаете, когда ближайшая командная планета. Это сейчас для новичков говорю. Изучайте командный сайт. Вот, пишем, вам будут приходить письма знакомства и предложения дружбы в соцсетях от ваших спонсоров. Сохраните все их контакты, чтобы у вас была возможность проконсультироваться с несколькими людьми, если того, кто вас зарегистрировал, не будет онлайн. Директор группы опять такой же. Добавляйтесь в друзья, пишите в свою электронную почту, фамилии, имя свои и вашего спонсора. И в скайп. Добавляйтесь в скайп, обязательно пишите, что у вас подключили к внутриструктурному чату, где вы можете познакомиться со всей командой, задавать вопросы и просто общаться. Так, смотрите, в начале вебинара я вас предупредила, что у меня сыроватые презентации, поэтому у меня, видите, переключается немного сообщений. Ну, вы у меня, ой, у меня, ну, вы, я, это самое, уверенно люди умные, да, поэтому фильтруйте информацию, то есть как бы дублировать сообщения людям не надо, да. Поэтому как бы плавно из одного сообщения просто вытекает другое, поэтому мы отсылаем постепенно людям, нашим новичкам, вот эти вот все сообщения. И опять же, еще раз акцент на том, чтобы вы общались с людьми, со своими новичками. Давайте я пролистну туда обратно. Вот, со своими новичками только онлайн. То есть если человек в сети, пишите. Что толку писать, если человека нет в сети? Я очень часто заваливаю у человека информацией, да, а я даже не знаю, прочитал он эту информацию или не прочитал. То есть я сейчас вот в последнее время особенно начала общаться со своими новичками. Те, кто, например, ну, молчуны, я жду, когда они в сети. Каждое утро у меня есть привычка. Я утром загрузила у меня в браузер Амиго. Не знаю, у многих, может, тоже есть, да, чат. У меня там все странички для коллег загружены. И все вот в чате, кто онлайн, у меня сразу видно в этом чате. И я всем подряд, кто у меня есть новички и молчуны, я с утра высылаю, пока они онлайн, какое-то сообщение. Привет, разобрался ли в информации, давай пообщаемся. Ну, что-нибудь такое коротенькое. Если человек хочет общаться, он вам напишет. Если ему некогда, но он хочет общаться, он вам также напишет, что мне некогда, давайте позже. Если человек не ответил, я этого человека потом только дожимаю один раз, пишу какую-нибудь такую информацию, что, ну, такое, знаете, пространное, что, мол, ты зарегистрировался непонятно зачем, давай хотя бы попробуем разобраться в информации. Давай будем общаться по-взрослому, напиши, интересно тебе это или нет. Как правило, такие люди даже не отвечают на то, чтобы быть там взрослыми людьми, да, и ответить элементарно нет, у них, ну, не то ли у них желания, нет, то ли чего. То есть я с такими людьми просто-напросто потом больше не общаюсь. Вот наш командный сайт, на который обязательно своим новичкам даем ссылку. Новички, которые здесь присутствуют, и кто как бы не знаком с этим сайтом, кто уже работает, но не знает, что у нас есть командный сайт, обратитесь к своим спонсорам, чтобы вам дали ссылку. У нас есть замечательный командный сайт, Экспресс-директор онлайн. Здесь есть вся информация, с чего начать, что такое вебинар, вообще очень много информации. Можно посмотреть общую информацию, и есть у нас вкладка обучения на доступ туда получает новичок после активационного заказа. То есть на этом я сейчас немного остановлюсь. Вообще у меня вот этот командный сайт, он у меня в закладках браузера. Я сама бывает что-то забуду, что-то мне интересно, что-то надо дать новичку. Я раз залезла в свои закладки, открыла этот сайт и посмотрела. То есть тут очень много информации, надо его обязательно изучить. Приглашаем обязательно этих людей в скайп-чат. Здесь написано в группу, но группа у нас заблокирована в моем мире, поэтому мы сейчас приглашаем только в скайп-чат. Вот, и, например, там, Марина, я приглашаю вас в наш командный чат в скайпе. Там мы делимся своими успехами, общаемся, и там вы можете задать вопрос на любую тему. Вам всегда помогут. И ссылка на чат. Так как у нас чат в скайпе после определенного количества людей, когда наберется там, то добавить человек туда нельзя, поэтому мы эту ссылку даем просто человеку в скайп. Эта ссылка становится кликабельная, и он, просто нажав на эту ссылку, сам добавляется в этот чат. Вот, поэтому, когда кто-то добавляется в чат, не забывайте поздравлять, да, поздравляю, что присоединился в нашу успешную команду. Также у нас есть чат нашей небольшой пока команды в скайпе, то есть добавьте, и добавьте меня в скайп. Это в данный момент я писала про свой чат, чтобы человек тоже добавился не только в общий чат, но еще и в чат нашей команды. Потому что, ну, и по планерке мы пишем, и также человек, который присоединился, должен знать свою команду, к кому обратиться, и там происходит все-таки более тесное общение в командном, на маленьком чате, потому что люди более, не то что дружные, да, но более близко знакомы, потому что волей-неволей получается, что мы общаемся там чаще. Так, не забываем в чаты добавлять обязательно, потому что если чат не добавлен в чат, он остается вне поля какого-то информационного, да, и даже если человек получает рассылки, он не всегда читает на почте письма. А в чатах, вот я знаю, чат очень часто, если даже человек молчит, он все равно его перечитывает. Не все сразу включаются и прямо так активно пишут какие-то сообщения в чат. Не надо переживать. Ксюша, дай сюда мне. Дай сюда маме. Не надо переживать, что человек, например, молчит, да, и не пишет ничего в чат. Дай сюда маме. Минуточку, девчонки, не буду отключаться, то она у меня витамины сейчас все расстрясет. Лена, возьми у нее. Так, обязательно необходимо определить с новичком цели. Это обязательные условия. Смотрите, как можно определять цели с новичком, потому что этот вопрос я сама очень редко вначале прорабатывала. Было такое, что вообще не прорабатывала, но это делать нужно. Потому что человек вообще не понимает даже элементарно, какие у нас здесь доходы, это можно взять. Какие у нас здесь доходы, да, какие у нас могут быть цели, какой он вообще может, к чему он может вообще прийти. Человек, который только зарегистрировался, он этого не знает и не представляет. Смотрите на вички, кто есть. Вы тоже обязательно определите со спонсорами ваши цели, ваши желания, какой доход вы хотите получать. И попросить объяснить суть проекта, за что вы будете получать деньги. Потому что я знаю, что у меня даже в команде есть девчонки, которые проработали не один месяц. И они не знают, откуда идут деньги, с чего они получают доход. То есть это неграмотно проработали их спонсоры. То есть люди, которые их зарегистрировали, сами этого или не понимают, или боятся об этом говорить. То есть бояться этого не надо, надо объяснять, рассказывать суть и рассказывать, за что получаем деньги. Конечно, в первый день, когда вы прошли регистрацию, кричать о том, что надо делать 150 баллов для того, чтобы получить объемную скидку, об этом я не рекомендую говорить. Но и скрывать этого не надо, если человек затронул эту тему и начал вас глубоко тут прямо вот копаться, расспрашивать и докапываться прямо до истины, откуда же, чего и почему. Таким людям надо говорить все и сразу. Если новичок этого не спрашивает, и как бы я об этом не говорю, почему? Потому что очень многих пугает просто-напросто вот эта вот цифра 150 баллов. Бояться ее не надо, это все исполнимо. Я просто говорю, что на первых порах мы делаем заказ по мере необходимости, а потом для получения объемной скидки мы выполняем условия компании. Если человек спрашивает, каковы условия компании, вот тогда я об этом рассказываю. Если человек не спрашивает, то мы просто плавно идем дальше. Вот новичкам, которых зарегистрировали свои новички, ну новички еще только, да, то я вам говорю, рекомендую просто написать менеджерам или вышестоящим спонсорам, чтобы они с вами проработали эти цели, чтобы вы знали свои цели и планы, какие у вас вот вообще проекты. Потому что это прорабатывать надо обязательно. Вот сейчас как бы я это понимаю, раньше я этого не понимала. Смотрите, что мы пишем, да. Теперь я предлагаю перейти к третьему шагу и определиться с вашими перспективами и целями. Скажите, пожалуйста, что привело вас в нашу команду, что вы хотите получить от нашего сотрудничества. Такой доход вы бы хотели получать. Здесь можно еще добавить такой момент. Пришел ли человек работать или пришел человек просто на скидку 18%. То есть очень многие бывают такое, что просто приходят, они пользовались продукцией через дистрибьюторов, и тут у них такая возможность, через интернет им предложили пользоваться продукцией, и они подписываются сами, чтобы просто брать для себя со скидкой. Если такие, нам все люди нужны, поэтому как бы вот этот момент тоже можно немножко акцентрировать. Вот. И тут же можно, когда человек ответил вам, да, что он хочет работать или получать скидку, или вообще он хочет там больших, у него какие-то там большие цели, да, можно дать вот эту табличку, которая есть, вот, например, да, то, что уровень, объемный, объем продаж, уровень и доход. Вот, это я как бы написала без таблички, у нас есть картинка таблички, все эти картиночки есть, если у вас лично нет, попросите у спонсора или у менеджера, вам все это дадут, чтобы вы грамотно прорабатывали новичков. Человек, который пришел, он должен понимать, да, что нам платят по уровням, за объем продаж по баллам и доход какой идет. Все равно человек должен это понимать, к чему ему идти. То есть вот эту мы ему табличку дали и пишите, посмотрите видео, какой доход начисляется по достижению 22%. У нас есть очень много видео, Лена Туганова записывала тоже наш директор, да, видео по начислению. Я вам рекомендую все-таки давать новичкам такое видео, потому что мы это видео даем кандидатам, почему не дать это видео посмотреть новичку, чтобы он знал, что это реально, да, что люди получают деньги, что это не обман, чтобы он изначально понимал, что деньги получают не продукцией, вернее, зарплаты получают не продукцией, а именно деньгами, да, что человек получает живые деньги на работу. Вот, поэтому видео можно дать, вот это сообщение написали и дали видео. И подписываем. На этот уровень наши партнеры выходят в средний срок за полгода-год. Зависит все от количества времени, проведенного за работой, то есть кто-то может целый день сидеть работать, а кто-то может только два часа уделить времени после учебы или работы. Но к этому результату приходят все, кто ежедневно работает и старается. Я и спонсоры будем вам всячески помогать и обучать. Главное, ваше желание. Как вам такие перспективы? Что там у меня там дальше ниже не вижу. Ну, в общем, вот это вот сообщение вы человеку пишете, чтобы человек хотя бы знал о том, что нам платят деньги, да. То есть цели мы все равно прописываем и спрашиваем у человека, какие же у него желания, да. То есть хочет ли он, может он напишет, мне 500 долларов вообще достаточно, это потолок. Вот. Поэтому человека надо настраивать на какие-то более высокие цели, что 500 долларов здесь, мол, смысла нет работать, потому что не то, что смысла нет работать, а работать можно, надо стремиться к большему, да. Вообще по психологии, когда я в свое время изучала, Ксюша, не трогай, психологи как рекомендуют, надо ставить цели выше, тогда ваши как бы достигнутые цели, в половину точно они будут. То есть если вы хотите дожить до 70 лет, грубо выражаясь, то вы должны себе ставить планку в 100 лет. То есть вы все равно должны ставить планку выше, чем то, чего вы хотите достигнуть. Если вы хотите, например, в нашем проекте достичь уровня золотого директора, то ставьте себе как минимум бриллиантового директора цель. То золотого вы точно достигнете. То есть это не мои рекомендации, это рекомендации психологов и вот тех, кто вот занимается именно вот такими вопросами. Также с новичком обязательно надо проработать такой вопрос, за что платят деньги. То есть мы человека плавно подводим к заказу. Вообще вот это вот все сообщения, которые я сейчас так долго читаю, да, уже на протяжении 40 минут, вот это все можно проработать за час. За час человека можно подвести к заказу. Если человек написал вам, что он онлайн, и у него есть там пообщаться с вами час-полтора, вы провели регистрацию, и вот эти вот все сообщения вы ему тут же пересылаете. Активация кабинета занимает 5 минут. Если даже возникли какие-то трудности, и человек не смог сам активировать кабинет, всегда можно активировать через горячую линию, да, то есть позвонить на горячку, и вам активирует отличный кабинет. Ну пусть на это уйдет у вас полчаса. Остальное время вот эти вот сообщения за час человек в состоянии прочитать и ответить на все вопросы. То есть я все-таки рекомендую с человеком общаться онлайн. Закидывать его сообщениями, когда его нет в сети, нет никакого смысла. То есть за что платят деньги? Хочу объяснить вам, что тут нашего проекта. Откуда тут деньги? Вам интересна эта тема? В любом случае человек ответит «да». Главное понять смысл работы, и тогда вы будете уверены. Смотрите, компания платит за товарооборот, верно? Деньги заложены в продукции. Где брать товарооборот, если нет продаж? Личное потребление. Наши партнеры меняют магазин и покупают все вещи, которые мы все покупаем всегда, только в магазине Reclame. Товар, мыло, шампунь, зубная паста. Купите в обычном магазине эти вещи, вам просто скажут на кассе спасибо. Купите эти же продукты в Reclame, вам подарят за это подарок. То есть человек должен четко понимать, что нам деньги платят не за людей, приглашенных в нашу структуру, в нашу команду, а за то, что эти люди делают товарооборот. За то, что люди, которые пришли к нам в команду, они начинают пользоваться продукцией. То есть нам деньги платят за товарооборот. Любая компания, любая сетевая компания, которая работает через интернет, не через интернет, просто работает, она платит за товарооборот. То есть мы не занимаемся продажами, но не во всех сетевых компаниях возможно личное потребление, и только за счет этого, например, вырасти до директора, там, золотого директора. Очень много компаний, где необходимо личные продажи. Это 100%. И если кто интересовался, со мной согласятся, что Reclame – это вообще уникальное предложение. Здесь только личное потребление, и вы даже можете не заниматься продажами вообще. То есть вы пользуетесь для себя, вы моете там, если нужны какие-то личные баллы, вы моете своих родственников, даже не продавая им, а просто предоставляя свою скидку, делаете те же самые подарки, и за это вы будете получать зарплату. Это вообще уникальное предложение, которое предлагает нам маркетинг-план компании Reclame. То есть человек должен понимать, тот вечер, который пришел, что он должен понимать, что если он возьмет здесь мыло, шампунь, зубную пасту, и будет это брать здесь постоянно, не разово, а постоянно, то это его приведет к доходам. И он это грамотно должен, вернее, не грамотно, он их должен понять до такой степени, чтобы он это грамотно объяснял потом своим новичкам. То есть смотрите, всего одна простая мысль, да? Поменяйте магазин, покупайте в Reclame все то, что вы покупаете в магазине, и вы за это еще будете получать зарплату. Пока человек это не поймет, что бы вы ему ни говорили, ничего не получится. То есть если человек не понимает смысла, откуда получается зарплата, он не будет пользоваться продукцией, он не будет учить своих новичков пользоваться продукцией, не будет ему об этом рассказывать им, и товарооборота не будет, и никаких денег вы не получите. То есть вот этот вот момент тоже надо доносить, что нас платят деньги за товарооборот. Пригласите в обычный магазин купить шампунь тысячу человек, вам скажут спасибо. Пригласите купить шампунь в Арифлейме тысячу человек, вы будете директором с доходом в среднем тысячу долларов в месяц. Вот и вся разница. То есть человеку это надо сказать, чтобы он это понимал. И, конечно, разница в том, где искать людей, на улице или в интернете. Тоже человек должен понимать, что мы работаем в интернете, работаем со многими странами, около 40 стран, с которыми можно сотрудничать. То есть человек должен понимать, очень часто новичок или даже кандидат бывает пишет, да, у меня очень маленькое село и в нашем селе никто не пользуется компанией, продукцией компании Реплэйм. Я все время таким как бы новичкам и кандидатам пишу. Я говорю, ну хорошо, пусть не пользуются, это их проблема, они очень много теряют, у нас очень прекрасная продукция. Я вам предлагаю именно вам пользоваться репродукцией и приглашать людей. Вот вы сейчас, говорю, например, живете там у какой-нибудь Ивантеевки, да, а я вам предлагаю, например, сейчас списаться с человеком с Урала, да, и предложить ему эту, такую же возможность, которую предложила я вам. Разве вам важно, занимая, кто-нибудь пользуется вас компанией, этой продукцией в вашем селе или нет, мы будем работать с Уралом. Согласны? Пишут согласны. То есть смотрите, вы все равно должны даже сами понимать, как работать с возражениями, которыми заваливают вас не только кандидаты, но и новички. Самое важное – это официальная работа, да, то есть у нас официальная работа, это тоже новичкам надо говорить, это надо все прописывать, который идет в пенсионный стаж, и свой номер вы можете передать детям по наследству. То есть это тоже немаловажный момент, не любой бизнес можно передать по наследству, то есть не каждый, вернее, бизнес можно передать по наследству детям. То есть то, что вы заработаете здесь, заработаете директорский номер, и если что-то произошло, ну, очень многие даже сами переписывают номера, ну, это те, кто работает на земле, да, предлагают, она продолжит мое дело, мне надоело, я устала, не хочу, потому что там очень тяжело работать, я знаю, даже у нас в городе есть такая женщина, она переписала свой номер на свою дочку, будучи директором. То есть, а у нас все проще, да, мы как бы сами, я думаю, не устанем, тут год-два-три поработали, да, и уже работа не в тягости, а в радость, да, как говорится, и потом уже все это можно передать по наследству детям. Так, дальше, четвертый шаг, активация номера через заказ. То есть, смотрите, мы проговорили человеку о том, что мы получаем деньги с товара оборота, проговариваем о том, что, ну, вот эти, да, для примера, что мы пригласили тысячу человек и стали директорами, то есть человек должен понять, что нам надо пригласить людей, которые пользуются этой продукцией, и предлагаем человеку, как бы подводим его к активационному заказу. То есть, давайте знакомиться с своим магазином и учиться совершать заказы через интернет, потому что вы должны это знать и могли бы в любой момент всегда помочь там своим партнерам. Если не активировать свой магазин, то компания удалит его из-за неактивности. Я в последнее время своим новичкам не пишу срок активации кабинета. Я стараюсь грамотно прорабатывать кандидатов. То есть, я кандидатам пишу, что после регистрации вам необходимо активировать свой личный кабинет. Вот, то есть, если человек пишет, да, я готов, то вот мы его регистрируем. То есть, нам надо переходить не на количество регистрации, а на качество регистрации. То есть, человека надо проработать, предложить ему рассказать, не бояться говорить о том, что надо активировать свой личный магазин и активировать магазин через активационный заказ, да. Заказ необходимо делать вместе с наставником. На этом тоже надо акцентрировать внимание, потому что очень много ошибок, и потом идут минусы по группе, уже не единожды каждый, наверное, столкнулся с этим. Это не вина новичка, это наша с вами вина как наставников, потому что мы не всегда грамотно доносим информацию о том, как сделать заказ. Мы новичку кинули видео, посмотри, как сделать заказ, да. Вот здесь в видео все рассказано, все показано, если возникнут вопросы, то пиши. Не каждый новичок напишет, но после вот такого сообщения, я думаю, каждый новичок должен понимать все, поймет всю ответственность того, что он делает, да. Это не приехать и обязательные условия. Слушай, ты чего? У тебя там брат и сестра, иди к ним. Вот. Бывает тогда спеша делать заказ, потом делают ошибки. Книжечка у тебя новая с глазками, да. Что-то случилось. Так. А потом делают ошибки. Не туда отправили, не то заказали. И уже исправить бывает довольно сложно. Посмотрите, что заканчивается у вас дома из повседневного пользования. Составьте список. Посмотрите онлайн-каталог на сайте Реклэм. Обращайте внимание на все акции в каталоге и в разделе новости. У тебя там сестра и брат, подвиги к ним. Они тебе почитают. Я сейчас не могу, девчонки, сейчас, минутку. Я не могу сейчас с тобой читать. Мама работает. Мама работает. Подожди, почитай книжечку, Лена. Закройте дверь и скажи, что дверь открыта. Закройте дверь. Так. На чем я остановилась? Да. Обращайте внимание на все акции и в каталоге, и в разделе новости. На сайте Реклэм делайте выгодные покупки. Смотрите, когда у вас уже будет сформулирован заказ, вы решите, что именно вы хотите заказать. Напишите, позвоните своему спонсору и попросите помочь оформить заказ. Ваш спонсор помогает оформить вам ваш первый заказ. Далее вы это делаете самостоятельно и помогаете потом своим новичкам. Я тоже, как бы, делаю первый заказ свой сама, потому что я вообще работаю без спонсора. Скажу я вам, что я сделала очень много ошибок в первом заказе. Слава богу, я сделала, правильно доставку оформила. Но то, что я, например, заказала первый заказ, я помню, что я делала, я не учла ни одной акции, я не учла ни одного какого-то выгодного предложения. Я вообще не спросила, какая продукция лучше, какая продукция хуже. Как бы, на мой взгляд, когда новичок оформляет заказ, лучше, конечно, подсказать ему. Поэтому я своим новичкам пишу. Если интересует какой-то продукт и именно какой-то продукции конкретно, я могу даже подсказать по продукции. Если что-то не знаю я, то мы спросим в чате. То есть все равно на этом тоже надо акцентрировать внимание, потому что у меня бывает и такое, что новичок просто-напросто оформил заказ и отправил его не туда, куда надо. Так, девчонки, секунду, у меня сейчас опоздает на... Как капризничает. Так, насчет заказа поняли, да? То есть акцентрируем внимание на заказе. Обязательно. Так, у нас есть блок «Выгодный заказ». Тоже даем новичкам ссылку обязательно, потому что здесь собрана вся информация о текущих акциях. Здесь можно посмотреть. Я в wellness продукции, потому что в каталоге не всегда как бы новички ориентируются, да? Здесь можно посмотреть во вкладочках wellness, онлайн-каталог. То есть все здесь собрано на одном сайте. И если человек посмотрел, возникли какие-то вопросы, он вам напишет. И можно уже как бы переходить к оформлению заказа. Обязательно центрируйте внимание на том, что оплата два дня. Я, неважно из какой страны человек, с Казахстана или с России, обязательно говорю, что первый заказ оплачивается в течение двух дней. Если у вас нет возможности оплатить заказ, то лучше не оформляйте его, а дождите такую возможность, чтобы у вас появились средства на его оплату. То есть минусы по группе никому не нужны. Понятно, что мы хотим, чтобы у нас было очень много заказов, да, чтобы люди делали новички эти заказы. Но смысл того, что человек сделал заказ, не оплатил его и пошли минусы по группе, то есть это еще хуже. То есть смотрите, я, например, пишу своим новичкам обязательно, что прежде чем оформить заказ, посмотрите в состоянии вы его оплатите. Обязательно на почту во время оформления заказа, когда вы перешли к заказу, высылаем, вот только в этот момент мы высылаем письмо о подарках, да, об акциях, которые у вас у всех на почте, оно есть. Лена в начале каталога всем по рассылке присылает, эти письма есть у вас, не кидайте их в корзину, а оставляйте до конца каталога, потому что эти письма потом пересылаем своим новичкам. И в личку пишем, я вам выслала письмо с акции и подборку по странам преимущества новичка. Заказ для активации номера на 25 баллов, после первого заказа вы можете бесплатно заказать странички для работы и автоматическую программу в соцсетях. Так, то есть у нас, вы знаете, программка парсера идет после заказа активационного, и, например, я, как бы, бывает, новичок, если в контакте, например, работает, то я пару страниц сделаю за свой счет своим новичкам, я им активирую странички. Вот, но это уже на усмотрение менеджеров, на усмотрение директоров, вообще этот вопрос вам надо решать с вашими вышестоящими спонсорами. Так, а также вы получаете доступ ко всем материалам по обучению, то есть здесь речь идет о командном сайте, вкладке обучения. Также у нас есть программа ускоренного роста, все, кто принимает в ней участие, получают в подарок личный сайт для работы и углубленное обучение. Я здесь немного наврала информацию, у нас есть вип-клуб, в который вы, немного я, как бы, торопилась и написала информацию немного неправильно. У нас есть вип-клуб, в котором получаете сайт бесплатно, а в группе ускоренного роста углубленное обучение. И вип-клубе также углубленное изучение больше информации, чем в группе ускоренного роста. То есть это тоже надо на мячку проговаривать, что у нас не только школы успешного старта, но и плюс еще углубленное изучение, да, чтобы человек, если он желает, он мог бы впоследствии присоединиться или в ГУР, или вип-клуб. Так, дальше. Все эти моменты проговариваем и даем ссылку на сайт с обучением, на вкладку, вернее, на командном сайте, на вкладку с обучением пароль. Вот, и объясняем, что у нас здесь есть пошаговые инструкции, что делать после того, как человек зарегистрировался, да, как проходить обучение. И объясняем, где находятся все шаблоны. Я скрин не сделала, что-то забыла, поторопилась. В общем, в вкладке обучения под кнопкой все о рекрутинге есть все шаблоны, которые нам необходимы для работы. То есть новичкам тоже об этом выговариваем. Так, шаг пятый. Начало работы в интернете. То есть человек сделал активационный заказ, и значит он считается активным партнером, да, и он готов проходить обучение. Вот я как бы упустила немножко тот момент, что у нас есть сайт с обучением, вы все об этом знаете, и первое занятие наш директор рассказывает о сути проекта и говорит об активационном заказе в 25 баллов. Когда вы будете давать этот сайт новичку, решайте сами. То есть или перед оформлением заказа, или потом, когда уже он как бы тут. То есть вот этот тонкий момент тоже надо учитывать в общении с новичком, да. То есть новичок, вы общаетесь с новичком и смотрите, готов он. Потому что некоторые очень быстро все проходят, а некоторые виснут там на активации кабинета даже, не знаю, неделю-две будут только активироваться в личный кабинет. А кто-то не активировал кабинет, уже сразу заказ оформил. То есть тут надо смотреть индивидуально. То есть не забывайте, у нас есть сайт с обучением. Но я вот, как говорю, когда дали сайт, пароль на вкладку обучения на командном сайте, тогда уже можно дать сайт с обучением, чтобы человек не путался в уроках. Потому что тут как бы перекликается вот эта подписка на рассылку для ШУС, вот это вот командный сайт и сайт с обучением, это все перекликается и все, как бы надо все это проходить одновременно. То есть человек сделал активационный заказ и вот тут мы его заваливаем информацией, да, по обучению. Вот. И как бы дали ему вот этот вот пароль, как он хочет, пусть просматривает, и сайт с обучением. То есть он, чтобы просматривал вот эти все уроки в записи и отписывался вам, отвечая на вопросы. То есть вот этот момент тоже смотрите, кому как удобно. Но необходимо давать и то, и другое, чтобы человек знал, что есть и сайт с обучением, и на командном сайте у нас есть по обучению очень много информации. Вот. И сразу как бы человека настраиваем на работу и даем ему сами задания, прописываем в речку, что надо создать рабочие странички. В какой сети, в той, в которой ему удобно работать. И начинаем их раскучивать. И обращаем внимание сразу на метод собеседования, потому что сейчас очень актуально. С этого метода идет очень много регистраций. Я сейчас на этом останавливаться не буду. Этот метод прописан у нас на обучающем сайте. У каждого, кто хочет посмотреть, пожалуйста, он, по-моему, идет второй урок. Там есть про метод собеседования. Пересматривайте. У кого нет паролей, запросите у своих менеджеров. И попробуйте работать по этому методу. То есть я своих новичков сейчас всех настраиваю на вот этот метод работы. Но, прежде чем приступать к этому методу работы, необходимо все равно подготовиться, потому что это живое общение с кандидатом. Это не просто дал ему ссылку, он там изучает. Здесь как бы подготовительная работа немного совершенно другая. Вот. То есть смотрите тоже, как вы будете этот новичка готовить к этому методу, по этому методу. Но я рекомендую, чтобы первое собеседование он проводил с вами. То есть если вы сами новичок, то дайте, если человек готов приступить к работе и проводить собеседование, скажите, чтобы первое собеседование он провел с менеджером. Потому что я, например, общаясь с новичком, могу ему задать такой вопрос, который он не сможет, например, ответить, общаясь с кандидатом. А здесь он как бы скажет, я не знаю, что ответить. Мы вот эти все вопросы прорабатываем. Это работа с возражениями называется. И он уже как бы себе шаблончики сохраняет и уже может уже грамотно как-то ответить на все эти вопросы. Так, настраиваем почту для работы обязательно и задаем такие вопросы, когда включаем новичка, когда вот его к обучению, да, в обучении его... У меня уже язык заплетается, с дочкой тут побегала. Так, задаем обязательно такие вопросы. Нам кажется, они простые, но в основном новички этого ничего не умеют. Умеете ли вы создавать папки на электронной почте? Скажите, вы умеете пересылать письма людям? Нужно скопировать электрон по человеку? Вы умеете ли копировать тексты? И обязательно вот это вот надо проговаривать, потому что у многих работа, вроде кажется, человек включается в работу, да, прошел обучение, но почему-то он не включается в работу. То есть он обучение прошел и все, и тишина. А человек может элементарно не умеет пересылать письма. И он об этом стесняется сказать. Поэтому вот эти вот как бы три ключевых момента в нашей работе необходимо у человека все равно уточнить. Вот. Так. Обязательно вот эти вот вопросы задаете и пишите, какие у вас остались вопросы. Я могу дать вам короткое видео, уроки по работе, чтобы вам было понятно, как там работать. То есть у нас, например, может быть на сайтах с изучением или в командном сайте у нас этого нету. У нас очень много уроков, да, которые могут помочь новичкам в работе. То есть не бойтесь этого проговаривать. Вот здесь мне просто не влезло. Вот здесь, когда вы пишете, что заходим на сайт с обучением, рассматриваем уроки, мы добавляем вот такой текст. То есть, что у нас все занятия запаролены. И после оформления активационного заказа вы получаете доступ к второму занятию. После того, как вы ответили на него, то получаете доступ к третьему занятию и так далее. То есть человек должен понять, что он должен отписаться по вопросам. То есть он ответил на вопросы, отправил ответы, тогда ему дадут уже доступ к следующему занятию. То есть на этом тоже внимание центрируется. Также прописан про новичка. Но это уже где-то на третьей неделе. То есть не надо говорить, когда там новички появятся. Просто вот эту информацию надо дать, чтобы человек знал. Потому что бывает такое, что человек только зарегистрировался, а у него уже есть там, может он приятель какого-то или подружку, решил зарегистрировать в компанию и не знает, как это сделать. То есть вот этот момент тоже надо проговорить, что когда вам пришлют первые данные на регистрацию в вашу структуру, обратитесь к спонсору за дальнейшими инструкциями. То есть человек знал, что не надо зарегистрировать, а бы как бы. Он должен знать, что у нас особое построение вето. Вот. И тут же ему объясняете, у нас есть план на командном сайте, как включать человека, да, что надо человека найти в соцсеть. То есть вот все то, что я сейчас, например, проговорила, ему можно коротенечко сообщение объяснить, что прежде чем регистрировать новичка, и надо запросить у спонсора куда и как, а после регистрации надо по инструкции включить этого человека в работу, проконтролировать все это дело нам надо. Так. И уточнить у новичка. Новичка все ли, например, там какие-то инструкции он получил от своего спонсора. Я всегда контролирую, если новичок не присылает своего, первого новичка, я всегда его включаю в работу, как сама бы я его включала, потому что это 100% новичок, который только-только зарегистрировал первого своего человека, он не сделает все грамотно, он упустит какую-то информацию, а человек же, которого зарегистрировали, он же не виноват, ему тоже хочется и работать, и, возможно, это активный, да, партнер, а если его немножко неправильно там включить в работу, то могут возникнуть проблемы. Я всегда пишу там, представляюсь и пишу, что так как тебя зарегистрировал человек, который тоже недавно пришел в проект, то я помогу тебе разобраться в работе. То есть я как бы пишу, почему я именно объясняю информацию какую-то, а не тот человек, который его зарегистрировал. И он уже не будет любить новичка по каким-либо таким вопросам. Что же мы контролируем на первой неделе обучение, когда ведем новичка? Мы прорабатываем шаги, вот эти шесть шагов по плану первой шаги, да, проконтролировать, чтобы новичок обязательно попал на планерку или на любой вебинар по стилю. То есть вам надо, на это уже вы сами определитесь, куда вы будете его приглашать, и проконтролировать, чтобы новичок добавился в чат. Обязательно смотрите, добавился ли человек в чат, и тем более, если он установил, ну, сказать, чтобы установить скайп и добавить в чаты. Вторая неделя – это контроль за обучением. То есть, если даже вы не являетесь кулатором по обучению, вы когда дали человеку ссылку на обучающий сайт и уже подписали на рассылку по обучению, обязательно спрашивайте, ну, как там уроки у тебя проходят, на каком-то уроке. Можно иногда потеребить человека по обучению, не спросить, ну, что, какой-то там урок проходишь, давай помогу, подскажу, может возникли какие-то вопросы. Потому что куратор посмотрел ответы и дал пароль дальше, да, и все. Как бы это, если какие-то вопросы возникли, конечно, он ему объяснит, но такого, как бы, теплого общения все равно не происходит, особенно если у куратора очень много проходит обучение людей. То есть куратор – это уже менеджер, у которого, может быть, уже большая структура, да, и он всех новичков сам лично не знает. Поэтому как бы все равно теребите своих новичков и спрашивайте, как проходит обучение. Это все со второй недели. Первую неделю человека не трогайте, не теребите, потому что очень много человек просто-напросто теряется. Он переваривает какую-то информацию, а вот уже со второй недели уже можно теребить его. Поэтому не бойтесь казаться назойливыми и в то же время не перегните палку. Потому что если вы будете писать, 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 а в ответ как бы человек даже вам слова не ответил, то не тратите свое время впустую на такого человека. Вот. Но если вы написали вопрос, а вам ответили, то уже старайтесь переводить человека в живое общение. То есть, вот, представляешь, там, ну, у меня вот сегодня дочка капризничает, да, ну, вот я уже про себя, например, как я общаюсь, да, и как бы я не могу сейчас с тобой там плотно поработать. Я все время объясняю как бы человеческим языком, почему у меня какая-то там заморочка, да, произошла. Вот, тогда человек уже тоже сам переходит на простой язык и рассказывает о себе, как-то уже более простое общение происходит. Вот. Так, можно подписать на рассылку успешного старта вот здесь, когда вы контролируете обучение. Потому что, когда человек начал обучаться, и тут же приходят письма по шоу, то как бы тоже он теряется немного. Вот. Но в то же время человека надо приглашать на вебинары. То есть, можно писать вот такое сообщение. У нас проходят вебинары по рекрутингу каждый день. Вы сами это знаете, да, 18 на ноль. Это я сейчас для вас говорю. Вот. И сейчас, чтобы получать приглашение на вебинары, нужно активировать номер. То есть, это сообщение для тех, кто не активировал номер, да. Подождите, я сама запуталась. Ну, в общем, для тех, кто не активировал номер, пишем вот это сообщение. Так, у нас проходят вебинары по рекрутингу. Можно написать, что такое рекрутинг, да, это обучение работе на интернете каждый день. Сейчас, чтобы получать приглашение на вебинары, вам нужно активировать свой номер, оформить активационный заказ. А после этого вас подпишут на рассылку для школы успешного старта, по которой вы будете получать расписание вебинара. После прохождения школы успешного старта мы продолжим с вами обучение. И тут уже можно написать про ГУР и про ВИП. То есть не раньше, потому что еще ГУР и ВИП это вообще будет испугать. Это можно написать на третьей неделе обучения. Вот, опять же, на третьей неделе это контроль за обучением на сайте. Изучение командного сайта, вкладка обучения. То есть обязательно спрашивайте, изучает ли он командный сайт, проходит ли он уроки по вкладке обучения. Приглашаем в ГУР, приглашаем в ВИП, рассказываем все плюсы. То есть понятно, что не для каждого будет, например, просто сделать 150 баллов для прохождения ВИП-клуб, но прорабатывая ВИП-клуб, можно еще и проработать такой вопрос, как сделать личные баллы. То есть человеку можно дать несколько вебинаров, посмотреть, как делать просто эти личные 150 баллов. То есть это все не раньше, чем на третьей неделе, когда человек и то только с тем человеком, который учится, который проходит эти обучающие уроки, а те люди, которые с вами не общаются, им вот эту информацию давать просто-напросто, даже на третьей неделе рано. То есть это вот плотное сопровождение 3 недели новичка, того, который с вами общается, тот, который работает, тот, который делает активационные заказы. И вот я, смотрите, написала совместную регистрацию новичка. О чем я? Ну, уже многие это знают, но когда новичок проходит обучение, когда вы видите, что он отвечает на все вопросы, идет с вами на контакт, то есть когда уже чувствуете, что человек создал рабочие странички, что он рекрутирует активно, вы можете провести совместную регистрацию новичка. Что это такое? Вы нашли новичка, кандидата, и вам необходимо провести регистрацию. Так как у нас совместное построение веток, то этого, вот этого кандидата, вы данные отдаете тому новичку, который уже готов для того, чтобы провести регистрацию самостоятельно. Вы даете все уроки, все ссылки на наши таблички, в которые мы заносим новичков и объясняете, как провести эту регистрацию. Вот, то есть это для чего нужно? Человек, когда зарегистрирует вместе с вами новичка, пусть это будет ваш кандидат, это не важно, вот, вы как бы вместе зарегистрируете новичка и вместе будете его включать в работу, то человек уже, вот этот новичок, когда у него появится свой новичок, он, ну, свой кандидат, он не растеряется до такой степени, он не будет бить тревогу, и он не будет, не дай бог, вас не окажется в сети, покрываться там, я не знаю, семью потами, да, и ждать, когда же вы придете в сеть, чтобы вас завалить в кучу вопросов. Вообще вот этот момент очень важен, потому что все, кто здесь есть, и если вы помните свою первую регистрацию, вы, наверное, со мной согласитесь, что страшно, да, дрожи в коленях, да, провести первую регистрацию, я вот свою регистрацию помню именно до такой степени, что я когда заносила данные новичка, у меня аж прямо руки тряслись. Вот, поэтому вот этот момент тоже проработайте. Совместная регистрация новичка очень хорошо срабатывает. Новичок, который вот эту процедуру прошел, он уже более такой спокойный в работе, он уже начинает более спокойно искать своих кандидатов, и он не нервничает по поводу того, как же это все будет происходить. То есть вот это тоже немаловажный момент. Дальше что у нас? Что-то у нас все зависело. Так, бизнес с Reflame легко, достижение целей легко, успех легко. Все со мной согласитесь, да, что все это делается легко. Самая простая в мире система, которая позволит вам все делать легко и с удовольствием. Почему? Потому что у нас есть цели, мечты и желания, но они у нас находятся вне зоны комфорта. Ваша зона комфорта сидит на диване, смотреть телевизор, общаться в соцсетях со своими друзьями, и для многих очень трудно выйти из своей зоны комфорта и написать свое, например, первое сообщение незнакомому человеку. Для многих даже очень тяжело выслать приглашение дружбы для предложения, да, чтобы выслать предложение о работе какому-то незнакомому человеку. Это все находится вне зоны вашего комфорта. То есть выходите из своей зоны комфорта. Если вы будете сидеть там, где вы привыкли, у вас ничего не получится. Вы не достигнете ни своих целей. Ваши мечты не сбудутся, и желания так и останутся желаниями. Если вы боитесь звонить и рассказывать каким-то кандидатам о своем предложении, переступите через себя. Пусть ваш первый звонок не удастся, зато второй звонок у вас пройдет на ура. И то же самое, если вы боитесь писать, вот новички, да, вы боитесь там писать своим кандидатам какие-то сообщения, но пусть у вас первое сообщение получится. Какое-то такое, да, не, может, вам не понравится свои сообщения сейчас перечитываю, которые я первой писала, тоже до смешного, иногда раз думаю, господи, какую глупость я писала. Но зато я чему-то научилась. То есть выходите из зоны комфорта, и все у вас получится. Смотрите, есть у нас минимум действий, 100% действий, которые вы должны выполнять, и максимум действий. По рекрутингу минимум 100 приглашений ежедневно. Минимум. Это минимум, которые должны быть. 100% вы должны приглашать по 500 ежедневно. И это не касаемо сети Мой Мир. То есть одноклассники, ВКонтакте, если вы работаете друг вокруг или еще в какой-то сети, то там вообще нет лимитов приглашений. Поэтому чем больше вы приглашаете, тем лучше. Это от 5000 приглашений ежедневно. Это максимум от 1000 и выше. Работа с группой. Минимум 15 минут вы должны уделять работе с группой. Это минимум то, что вы сели и 15 минут пообщались с группой. Неважно, на каком вы уровне. Вы, я понятно, если у вас еще ни одного нет новичка, то ваша работа сейчас заключается в поиске этих новичков. Но если у вас есть хоть один новичок, потратите 15 минут для общения с ним. 100% в час вы должны потратить на общение со своими людьми. И максимум от двух часов. Зависит от того, на каком вы уровне и сколько людей у вас в команде. Саморазвитие. Если вы не будете саморазвиваться, посещение вебинаров, чтение книг, просмотр какой-то видеороликов, вы ни к чему не придете. Потому что интернет на месте не стоит. Если вы будете сидеть или просто приглашать, 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 общаться с людьми, ничего в себе не развивать, то, ну, эта деградация, она происходит очень быстро. Надо саморазвиваться и расти даже в собственных глазах. Минимум 15 дней, да, 15 минут. Максимум, ой, это кошкин хвост, у меня тут. 100% 60 минут, то есть час, да, саморазвития. И максимум погружения двух часов. То есть пока вы работаете, вы можете включить какой-то полезный вебинар и просто его слушать. Слушайте какие-то аудиокниги, то есть пока вы приглашаете людей, доещите какие-то по доскам объявления, раскидывайте свои объявления, развивайтесь, читайте, смотрите, слушайте, все равно это не поднимо. В принципе, смотрите, у меня на этом все. Голос у меня сел разговаривать, даже не могу. Надеюсь, моя информация вам будет, была полезна. Если есть какие-то вопросы задавайте, я вам отвечу на них. Вот, если было что-то полезное, то я прямо очень рада, потому что как бы вообще хромает у нас включение новичков. Я даже для себя и вам говорю, тоже взяла очень много полезного. У нас, я знаете, сейчас вот вижу, просто пишут девчонки мои. Я сейчас отвлекусь на 5 минут. Я хочу сказать только одно. Я сейчас обращаюсь не только к своей команде, но и к девчонкам, которые из других команд. Кто пришел, Рьяна взялся за работу, потом в силу каких-то причин, ну, я не знаю даже этих причин, потому что у каждого причина свои, да, кому-то муж запретил, кому-то ребенок заболел, кто-то, ну, еще по каким-то причинам, кому-то там уши там наездили, что рефлейм это все ерунда, кто-то пообщался с кем-то, ну, у всех разные причины. Я хочу вам просто посоветовать, если вы взялись за работу, если вы создали странички, не отступайте, работайте, это все просто, наша система работы простая, но то, чтобы донести грамотно до людей, вы должны сами по крайней мере это понять. Пока вы сами не поймете, ваши новички этого не поймут. Очень часто мне даже мои новички пишут, что я получаю с них деньги за то, что я их зарегистрировала. Это неправда, и всем пытаюсь объяснить, поэтому старайтесь сами понять суть, чтобы доносить потом это суть своих новичков. Вот, отступать не надо, надо идти вперед, всего-то надо ничего, да, покупать здесь мыло-шампунь и приглашать людей покупать мыло и шампунь. Все, здесь очень простые действия. Кто не готов вести вебинары, не ведите, за вас проведут их. Вы хотя бы просто делайте два действия пока и сами обучайтесь, обучайтесь, как это делать грамотно. Все, это все очень просто. Все, давайте всем пока, надеюсь, было полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok